Еще неделю назад искусственный водоем на окраине села Солдатска отошла Теренгульского района утопал в грязи, а пройти к озеру было невозможно. Тревогу забили местные рыбаки. Чтобы спасти родник, за помощью они напрямую обратились к губернатору. Сегодня рабочая группа Минприроды совместно с лесничеством и местными жителями приводит озеро в чувство, очищая зеркало пруда, отрязки и роголистника. Мы убрали сухие аварийные деревья в круговую вокруг всего водоема. Мы почистили тропы и убрали кустарники вокруг тропы, сделали их проходимыми для рыбаков, для местного населения. Убрали несколько микро-несанкционированных свалок. Экологическая акция по спасению водоема продлится до августа. Проконтролировать процесс реабилитации накануне приехал и сам глава региона. Но начал он не с осмотра, а с подарков для местной ребятни. Вообще читал «Маленький принц»? Обалденная книжка. Это самая любимая книжка всех детей и взрослых. Прочитай. Вот реально я ее сейчас взял еще раз читать. Обладатель «Маленького принца» неожиданно сделал заявление. Губернатор Леновской области – его родственник. По крайней мере так утверждает его бабушка. Сергей Иванович был приятно удивлен. У людей здесь должны быть максимально комфортные условия. Ну и третий, так сказать, вот он стоит, молодой человек, который говорит о том, что мы с ним родственники. Значит, так сказать, там вот у него вроде и квартира есть в Ульянске, но говорит, я с городу все говорю о том, что живу я в Ташле и вообще я Ташлинский, да? После общения с родственником беседа состоялась с рыбаками и инициативными жителями села. Вместе они пришли к единому мнению по способу очистки пруда. Летом справятся своими силами. К зиме пригонят технику, чтобы пруд полностью вычистить и углубить. А уже весной запустят воду и рыбу, карпов и карасей – коренных жителей водоема. Полноценно, сто процентов. Там его надо, естественно, полночего очистить. Вот, хотя там идет вот только маленькое одно есть, но там к нему вода приведена, вот к этим жильцам. Вот. Она идет по дну этого пруда. Ну, это ничего страшного. Вот. Но его очистить надо, знаешь, и хотя бы даже углубить. Потому что мы его тогда, я сам его делал, этот пруд. В общем, задача номер один – тот пруд привести для того, чтобы там и взрослые, и ребята, там дети получали огромное удовольствие от общения с природой и от общения с водой. Тем более, что это все равно в любом случае хорошо ложится в нашу программу очистки водоемов. Тем более, родниковые. Мы тут заодно и родники почистим. Приводят в порядок озеро и жители соседнего муниципалитета. Об очистке водоема в селе Красная Балтия доложил глава Кузоватовского района, с которым Сергей Морозов встретился во время рабочего визита в Ташлу. Вы давали поручение по просьбе тоже жителей Красного Балтия попробовать очистить то озеро, которое является, в общем-то, символом, памятником природы. И буквально 6 на 7 число июля проходил хороший праздник Лига. В общем-то, 60, почти 70 процентов этого озера уже очищено совместными усилиями. Отчитался Александр Вильчик и по ситуации с газом. Сегодня Кузоватовский район газифицирован на 90 процентов. Голубое топливо осталось провести в дома жителей Спешнинского сельского поселения, а это семь населенных пунктов. Разработано было техническое задание и за первые полугодия 2018 года уже разработана проектная смертная документация и получено положительное заключение госэкспертизы по трем населенным пунктам. Екатериновка, Первомайская, Спешник. У нас остается через две недели получить положительное заключение госэкспертизы на четвертый населенный пункт. Таким образом, весь Кузоватовский район перейдет на газ в течение двух лет. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новость Уллправда ТВ из Теренгульского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова